Десять самых свежих разводов звёзд. Кто из знаменитостей развёлся в 2019 году и почему? Я успела решить личную драму, мне тоже считается событием. Я люблю и свободу, потому что я предоставлена сама себе и не перед кем не отчитываюсь и делаю то, что я хочу. Я сам стараюсь как-то дать детям что-то, хотя у меня это не получается. Никогда не связывайтесь с актёрами и с актрисами. Вот прям заклинаю вас. Учитель физкультуры очень мало зарабатывает. Ну просто катастрофически мало зарабатывает. И нужно очень сильно его любить, чтобы быть с ним в долгом и счастливом браке. Хотите знать больше? Смотрите нашу программу прямо сейчас! Самый громкий развод уходящего года произошёл у певицы Лолиты Милявской. Певица развелась со своим мужем, тренером по спошу Дмитрием Ивановым, который моложе её на 10 лет. Поначалу, конечно, всё было замечательно. И как она всегда Диму хвалила. Вот Дима молодец, это сделал, тут починил, с собакой там это самое. Всё, как бы хвалила его и верила, что он крутой. Поэтому мы до последнего ходим в розовых очках. Лолита носила розовые очки 8 лет. А когда сняла их, не просто развелась с мужем, но и объявила его Альфонсо. Ведь основным добытчиком в семье всегда была певица. Средняя зарплата тренера по спошу в Москве 35 тысяч рублей в месяц. Знаете, само сочетание Дмитрия Иванов, как бы уже мы понимаем, что это очень заурядная личность. Ну вот очень заурядная. Но иногда женщина настолько верит вот этим всем словам, вот этим всем ухаживаниям. Лола только уже после расхода уже рассказала, как всё было на самом деле. А на самом деле, по словам Лолиты, муж давно завёл себе даму на стороне. Певица выяснила, что Дмитрий покупал ей дорогие подарки, оплачивал курорты. То есть, по сути, на деньги жены содержал любовницу. Известие не из приятных. Конечно же, она справится, потому что она знает себе цену. Слава богу, до свадьбы Лолита подстраховалась брачным контрактом. По которому она ничего не должна мужу в случае развода. В разводе Лолиты и Дмитрия Иванова, Иванов пока не претендует на какое-либо имущество. Но мы не исключаем, что он через какое-то время может начать претендовать. Такое очень часто происходит. Несмотря на то, что у них брачный контракт оформлен, всё равно есть большое искушение одной из сторон попытаться этот контракт оспорить. Впрочем, несмотря на очередное, уже пятое по счёту разочарование в семейной жизни, Лолита говорит, что готова и к шестому замужеству. Всем бы нам такой оптимист. Старым коням уже всё равно. Певица Ани Лорак тоже развелась из-за измен своего мужа. Любая измена – это прекращение отношений. Не надо себя обманывать тем, что бывают свободные отношения. Это враньё. Это какой-то промежуток времени. Можно помучать друг друга видимостью отношений, называемых свободными. Но, по сути, всё равно всё это закончится расставанием. Муж Ани Лорак – турок по происхождению. Уж сколько психологи твердят нашим девушкам искать избранника в своём отечестве. Так нет, их всё на экзотику тянет. Турки, они и есть турки. Они несколько иначе относятся к семье. В восточной традиции муж предъявляет жене достаточно большой список требований, но муж обеспечивает всю семью. А здесь всё было наоборот. То есть её муж, воспитанный в восточной семье, оказался в положении более зависимым. С одной стороны, турецкого мужа-певицы можно понять, когда твоя девушка – суперзвезда, а ты, по сути, никто. От таких комплексов вполне можно податься в чужие объятья. Иметь такую красотку-жену, которой, во-первых, никогда нет дома, потому что у неё плотный гастрольный график, съёмки, концерты и так далее, так ещё она всё время ходит, простите, с голой попой. Он очень долго, видимо, это всё в себе носил, и это, конечно, вылилось в развод. С другой стороны, муж Ани Лорак знал, на ком женился. И его измена, ни звёздный статус жены, ни степень откровенности её нарядов никак не оправдывает. Если там где-то по пьянке, в компании, случайно, ну, не знаю, может быть, можно. Если уже есть любовница, закономерно прям разворачивайся и уходи. Что Ани Лорак и сделала. Сегодня она, похоже, уже перевернула страницу, связанную с бывшим мужем, и наслаждается новым возлюбленным, саунд-продюсером Егором Глебом, который моложе певицы на 14 лет. Да, тысячу раз бьют по ногам, тысячу раз идти, идёшь дальше. Но, что бы ни случилось в нашей жизни, оно даёт нам силы, краски. И я очень надеюсь, что 2020 год будет тем годом, который изменит жизнь всех людей в лучшем. Алена Водонаева в 2019 году тоже освободилась от брачных уз. И вроде как совершенно довольна. Правда, я люблю и свободу, потому что я предоставлена сама себе и ни перед кем не отчитываюсь и делаю то, что я хочу. Это уже второй развод экс-участницы «Дома-2». Первый раз она побывала замужем за успешным бизнесменом Алексеем Малакеевым. Но деньги, похоже, не принесли ей счастья. Тогда Алена решила построить любовь с бедным питерским диджеем Алексеем Комовым. Но и тут дело закончилось разводом. Супруги прожили в браке всего два года. Алена говорит, расстались как приличные люди ничего не деля. Благо общих квартир и детей не нажили только кота. Когда ты прожил с человеком какое-то время, ты понимаешь, совпадают ваши пазлы или нет. Ну, у нас не совпало, но это не означает, что мы враги, мы на связи каждый день. У нас общий код, в конце концов. И Алексей часто спрашивает, как там Эскобар поживает. В окружении Алены говорят, ее развод был неизбежен. Как в случае со многими женщинами-знаменитостями, действует одна и та же схема. Жена знаменита, успешно, хорошо зарабатывает. А муж никому неизвестный и не очень богатый. Несмотря на всю молодость и красоту мужчины, сексуальная химия рано или поздно проходит. А что дальше делать, да, если не секс? Ну, пожили кайфово в сексуальном каком-то эйфорическом раю, но это все заканчивается. И хорошо, что не стала терпеть, а ей терпеть вообще было зачем, непонятно. Там, что называется, ни денег, ни славы. Ну, позанимались сексом и все. Пока. Вот такие теперь современные браки. Впрочем, на ошибках учатся. Вот и Алена Водонаева готова дальше пробовать. В конце концов, попытка не пытка. Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разошлась с мужем после приличного срока. Они были вместе 15 лет. Хотя по актрисе и не скажешь, что она опытная жена. Ведь Ольга выглядит как маленькая девочка. Кто мне замуж возьмет с такой рожей? В кино такой типаж называют травести, а в народе просто куколка. Будем считать, что физику мы с тобой прошли. Нравится ли мне кукольный типаж женщин? Конечно, обожаю. А как иначе? А кому не нравится кукольный типаж женщин? Это, мне кажется, только говорят, что вот эти все высокие стервы, это классно. Да нет, нет. Все же, наоборот, хотят, что маленькое, удобное, комфортное. Своего мужа актриса не демонстрировала и развод не комментирует. Постоянно доела своего мужа. Сказала только в соцсетях, что пришло время каждому идти своей дорогой. Поклонники гадают, может, все дело было в ревности? Мужу, не актеру, сложно смотреть на жену, которая часто играет любовь с чужими мужчинами. Никогда не связывайтесь с актерами и с актрисами. Вот прям заклинаю вас. Это худшее, что вы можете сделать. Сам знаю, жена жалуется, самому свою же жену жалко. Конечно, профессия накладывает отпечаток и влияет. И, повторюсь, с актерами связываться никому не рекомендую. Тяжелые мы люди, не самые комфортные для семейной жизни. Но, возможно, свое дело сыграло то, что Ольга с мужем вместе с юных лет. Когда они сошлись, ему было 20, а ей 17. Ребята практически ровесники, дружат со школы, с институтских времен. Все замечательно, они видят только друг друга. А потом, когда они подрастают, оказывается, что вокруг них замечательный, интересный мир с потрясающими людьми. И, конечно, вектор внимания меняется. Сегодня Ольга Кузьмина воспитывает сына и продолжает блистать в кино. Куколка вновь на выданье. Она такая маленькая, миниатюрная, хрупкая. Ей наверняка нужен какой-то большой шкаф с бородой. Ну, вот как это сейчас принято, в татуировках. Что-нибудь такое. Противоположности. Должны притягиваться. Сейчас замуж выхожу. Похоже, эффект бумеранга все же работает. Футболист Андрей Аршавин развелся с Аленой Казьминой, ради которой когда-то бросил свою гражданскую жену Юлию Барановскую. Я вот могу точно сказать, что под один шаблон подогнать все семьи невозможно. Но, оказывается, можно. По крайней мере, второй развод Аршавина прошел как под копирку. Снова скандал. Ну, я, в принципе, мало что говорю. Взаимные обвинения и драка в суде за алименты. Фальц. У нас есть закон, который обязывает выплачивать. Есть решение суда, например, о том, что человек обязан выплачивать такую-то сумму или в процентном размере алименты со всех видов заработка. Человек говорит, нет, я не хочу. Ну, это как-то, мягко говоря, странно, да, можно говорить инфантильными словами, я не хочу, меня это не касается, но, к сожалению, в данном случае есть закон, и закон нужно соблюдать всем. Но если платить алименты Аршавина все же заставили, то видеться с детьми заставить невозможно. Алена Казьмина жалуется, муж не общается с их общей дочкой. Зато футболист вдруг вспомнил о троих детях от Барановской, с которыми не виделся несколько лет. И стал искать с ними встреч. Ну, я бы не хотел просто выделять кого-то. Интересно, что будет дальше? Громкое голливудское расставание. Больше не вместе. Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк. Говорят, во всем виновата разлучница, эпатажная певица Леди Гага, с которой актер снялся в фильме «Звезда родилась». Казалось бы, но сколько этих любовных треугольников в шоу-бизнесе? Подумаешь? Но к скандалу присоединились россияне. В поддержку Ирины, нашей соотечественницы, люди стали атаковать Инстаграм Гаги, размещая там всякую лабуду. От объявлений продажи гаража до рецептов драников. К флешмобу присоединились и звезды. «Послала мужа за хлебом, он не вернулся. Что делать?» – писала Анна Хелькевич. «Друзья, как по-английски будет чужие губы тебя ласкают?» – вторил ей Сергей Жуков. «Видел? Да, я тоже что-то написал прикольное. Своей маме привет передал, что ли. Тем более, что там было не так много негатива, там было больше смеха. Но многие сходятся на том, что роман Купера и Шейк был пиаром. Как и якобы его отношения с Леди Гагой. «Опять же, хороший ли это пиар, что тебя бросили?» Хотя оказался, видимо, хорошим, потому что очень много об этом говорили. И если вы сейчас продолжаете этим интересоваться, значит, это такая прямо долгоиграющая история. Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая за один год дважды побывала в ЗАГСе. Развелась с одним и вышла замуж за другого. С мужем Сергеем Михеевым фигуристка разошлась после 17 лет брака. «Ну, ты просто становишься с этим человеком уже родственником. На самом деле он становится уже тебе таким родным. И, возможно, кто-то не воспринимает его уже как партнера. И хочется что-то нового в отношениях». Но сама Ирина объясняет – дело было в другом. Просто год за годом она развивалась. И ведущей спортивных новостей была. и языки учила, и на театральную сцену вышла, и в ледовых шоу участвовала. Ирина Слуцкая! «Я, который падал на тренировках по 30-40 раз, вы представляете, 30-40 раз мордой в лед, как говорится, да, на тренировках, я за весь период съемок ни разу не упал. Это кому спасибо? Это говорит о том, что эта хрупкая, невысокая Ира Слуцкая держала меня, как могла, везде и всюду». В это время муж, по словам фигуристки, ничего не менял в своей жизни. Он – простой учитель физкультуры. «Мы понимаем, что учитель физкультуры очень мало зарабатывает. Ну, просто катастрофически мало зарабатывает. И нужно очень сильно его любить, чтобы быть с ним в долгом и счастливом браке». Видимо, Ирина старалась изо всех сил, но в какой-то момент она поняла, что больше она не может. Вторым мужем с Лузкой стал бизнесмен Алексей Гавырин. Ирина говорит, теперь это то, что надо. «Приятный молодой человек, самодостаточный, уверенный в себе. Мне кажется, они подходят. Они подходят друг к другу, потому что Ирина такая, а он такой успокоенный, хорошо стоящий на своих ногах. Не знаю, как у них сложится, но если Ира его выбрала, я думаю, сложится хорошо. Одна из самых красивых актрис нашего кино – Екатерина Климова. Тоже стала разведенкой. Рухнул ее брак с актером Гелой Месхи. «Ай-яй-яй, какая печальная история». «Мы вместе отдыхали в Испании, и я, конечно, смотрела на эту пару, немножко странно, потому что, ну, такая прям вот красивая королева такая, с багажом прекрасных ролей, с багажом прекрасных детей. И тут вдруг вот как-то с ней вот такой вот паренек». С этим пареньком Екатерина закрутила роман на съемочной площадке. «Очень повезло мне, что ты здесь случайно оказался». «Я не случайно». «И даже это мешало работе. Я понимал, что там что-то происходит. Катя, конечно, больше это скрывала. А потом, конечно, там были цветы, там были какие-то, он все время ждал ее приезда. Когда она была рядом, они все время были рядом. Ну, то есть это такой был роман». Роман закончился скоропалительным браком, как говорят в народе, по залету. Через четыре месяца после свадьбы у пары родилась дочка Белла. Екатерина Климова рожает от каждого своего мужа. От первого ювелира Ильи Хорошилова у нее дочка. От второго актера Игоря Петренко двое сыновей. И вот от Мески вновь лапочка дочка. «Я буду делать, что хочу и с кем хочу». «Я считаю, что это замечательно, потому что женщина, которая рождает детей в каждом браке, она совершенно искренне выходит замуж, и она рождает ребенка, в котором видит черты своего любимого человека». «Надо радоваться тому, что есть, уметь понимать, что это нужно». Мески и Климова везде выходили в свет вместе. И на первый взгляд выглядели счастливыми. И вдруг развод. Бывшие супруги ничего не говорят, а в народе обсуждают, то ли Гелла изменил Кати, то ли она устала тянуть менее успешного мужа. «Слушай, на твоем фоне я выгляжу как пошлый принц в изгнании». «Если есть ревность профессиональная, то это, конечно же, вопрос к мужчине, вопрос к его самооценке, может быть, какой-то элемент нарциссизма, когда ты не можешь выдержать популярности жены. Если это присутствует в отношениях, конечно же, это к добру не приведет». Но многие считают, что молодой актер, кстати, Гелла на 8 лет младше Кати, просто не справился с обязанностями в семье Климовой. Ведь, по сути, ему сразу досталось четверо детей. «Какие пустяки мы дам?» «Я сам стараюсь как-то дать детям что-то, хотя у меня это не получается. Сейчас совсем по-другому, не знаю, дети как-то видят, смотрят. Но мне кажется, что просто не мешать, не мешать развитию. Ребенок, он должен сам познавать этот мир, принимать какое-то решение». Сегодня супруги редко общаются, зато оба активно снимаются. Причем карьера Мески после свадьбы, а потом и развода с Климовой, пошла вверх. Так недавно он снялся вместе с Владимиром Машковым в фильме «Миллиард». Сыграл его сына. «Я в деле». «На самом деле, я, честно говоря, даже не мог себе представить, что когда-нибудь я встречусь с ним на площадке. Ну, с ним работается великолепно». Климова сегодня уже в одиночку заботится о своих детях. Недоброжелатели актрисы ухмыляются. Если с тремя мужьями не получилось, может, нечего на зеркало пенять. Но поклонники Кати ее защищают. Мол, такая красотка уж точно одна не останется. А кто-то вообще надеется, что Климова и Месски вновь сойдутся. «Имею намерение добиться пересмотра дела». «Для меня, как бы, они оба дороги, потому что я дружу и с Катей, и с Герлой. Что бы там ни случилось, я все равно, как бы, ну, я не буду принимать чью-либо сторону. Если возможно, как бы, помирить там или что-то еще, я всегда буду прилагать к этому усилия». Вот кто не смог развестись без скандала, так это Марат Башаров. Его жена Елизавета Шевыркова подала на развод, так как актер, по слухам, поднимал на нее руку. Большая часть актеров, они очень эмоциональны, так скажем. А то, что данные вспышки гнева заканчивают насилием домашним, здесь довольно часто еще участвуют психоактивные вещества. Или алкоголь, или еще что-то. В рукоприкладстве Марата Башарова обвиняла и бывшая жена Екатерина Архарова. Ее фотографии со сломанным носом и синяками обошли все газеты. «Вы можете себе представить, что у некоторых журналистов хватило ума и, скажем так, всего остального для того, чтобы написать, а действительно не заслужила ли Катя Архарова того, что Марат Башаров взял ее и избил, причем так довольно жестоко?» В итоге Башаров принес Архаровы публичные извинения. А она в ответ не стала заводить на него уголовное дело. «Если бы кто-то из них написал заявление, то, наверное, на третьего, четвертого и пятого человека уже рука бы не поднималась. А если это сошло с рук первый раз, это сошло с рук второй раз, третий раз, то почему же это не должно сойти с рук пятый раз? Просто когда-то, может, будет другой человек, и с рук это не сойдет. Только когда человек сам ответит, уже дальше он включит голову». Когда Башаров женился на Шивырковой, казалось, актер все осознал и не повторит то, что наделал в браке с Архаровой. Но нет, через пару лет Башаров, как утверждали в прессе, ударил и новую жену. «Я, со своей стороны, конечно, хочу сказать, что терпеть нельзя. И как бы там мужчина не рассказывал, что он больше никогда не будет, будет и обязательно, сто процентов, будет снова бить и вести себя так, как он когда-то однажды повел. Это когда-то обязательно еще раз повторится». Сегодня о Башарове почти ничего не слышно. Его не видно ни в кино, ни на тусовках. Не слышно и о новых романах актера. Неужели он взялся за ум? Что ж, перезагрузка Марату явно не помешает. И самый обсуждаемый развод 2019 года. Это расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана. Я никогда не думал об искренности Союза, потому что брак по Карлу Марксу – это институт купли и продажи. Но, тем не менее, они нашли друг друга что-то. Их на определенный период времени объединил и родился ребенок. Ну, потом, видимо, не все звезды сошлись. Развод пары наделал много шума, хотя прошел тихо и спокойно. Звезды ничего не делили, общий сын остался жить с мамой. А с половиста, бэйби? Для меня, на самом деле, очень большим показателем является не что о людях говорят, а как люди себя ведут, в том числе и во время развода. Это очень интеллигентный, правильный развод. И я вижу, что на ребенка, на Платона, это никак не повлияет, потому что у мамы, у папы есть мозг. Но причиной развода стал как раз не мозг, а чувство. Ксения Собчак влюбилась в театрального режиссера Константина Богомолова. С ним она, по слухам, изменила Максиму Виторгану и к нему же в итоге ушла от актера. Мы все разъехались. Я думаю, что в данном случае, может быть, эта пара и жила бы, и продолжала бы быть крепкой семьей, если бы не появился на горизонте мужчина, который стал сильнее, интереснее, притягательнее, и просто отец ребенка ушел на второй план. Тузик. А ты что, еще дома не был, что ли? А я не был. Вторая свадьба Собчак была не чета первой. Если с Виторганом она поженилась тихо и почти тайно, церемония с Богомоловым прошла не просто громко, а супер громко. Тут тебе и сотни гостей, и поезд кавзакс на катафалке, и эротичные танцы невесты сразу после венчания. Я был на ее свадьбе, я с ней дружу. Вот это ее выбор, это ее стиль жизни. Ну, она Ксения Собчак. Вот и этим все сказано. Я, честно говоря, ей восхищаюсь. Меня это впечатлило, да. То есть, мне кажется, что только она могла такое придумать. На свадьбе с Богомоловым Собчак выглядела абсолютно влюбленной и счастливой. Ну, посмотрим, надолго ли хватит ее на этот раз. Субтитры сделал DimaTorzok